привет привет дорогие мои привет привет ну что у нас сегодня вкусный мукбанк у меня сегодня баклажаны по-корейски у меня сегодня борщ и запеканка из фарша капусты и много всего уже вот один кусочек вот так опачки опачки баклажаны очень вкусные сейчас секунду забыла в волмарте купить бумажное полотенце говорю рёш поди трак стоп купи бумажное полотенце теперь они у нас по-советски туалетная бумага лёшка лёшка огурчик алиса только что звонила вышла на улицу проверить почту чуть ли не в пижаме у нее захлопнулась дверь звонит у вас дома есть у нас как бы очень удобно у нас дверь на кодовом замке алиса говорит у вас дома есть ключ от моей квартиры нет он у меня с собой нафига он у меня с собой но это уже привычка смысле уже на приучать себя оставлять дома у меня такое ощущение как будто вы не видите всей красоты чудо баклажаны по-корейски ребята делайте не пожалеете по-моему в рецепте я забыла показать что я кладу немного сахара ну и короче ключи у нас нет я звоню валечке вальчика приедь открылись и дверь она окей я говорю господи слава богу что у нас телефоном так же как я один раз зима в сибири у нас туалет душ все остальное дома все было все нормально но при этом еще и на улице туалет уличный был такой приличный хороший все дела и мне нужно было по секрету потрендить с подружкой чтобы лёшка не слышал и и я в тапочках выхожу на улицу а я умеет такая привычка больше обалденный сваренный на кости знаю мясо с такой кость круглая такая с костным мозгом вот и я разговариваю по телефону начинаю ходить я все время когда у долгий какой-то разговор я хожу туда сюда баклажаны чудо и я подскальзываюсь падаю и мне кажется что я сломала ногу или сломала или вывихнула но как я так как я тетенька была большая до 130 килограмм я боялась стать на ногу знаете все полные люди сильно полные боятся упасть так скажем я же телефоном давай звонить лёше а он блять скидывает и скидывает думаю даю помочь что такое блять а он лежит дома 9 или 10 часов вечера знает что я дома и он думает что я над ним шучу и не берет трубку то есть я его он где-то приспал даже там немножко возле телевизора да а я его разбудила и он злой за шутки и скидывает потом все-таки взял что это такое гляд . лесочка я на улице ногу подвернула он выходит что ты делала на улице в туалет шла что тебе что ты забыла в уличном туалете в 30 градусов мороза и с телефоном слушайте мы с телефоном вот кто-нибудь знает номера наизусть номера своих мужей жен вот я сейчас много анкет позаполняла вот только сейчас наверно запомнила телефон своего мужа я не знаю телефон своих родителей я не знаю телефона алисы валички не знаю вот не дай бог что и телефона рядом нет все трындец поэтому я все телефоны выписала себе у меня все телефоны моих родных на бумажке за ламинированы в кошельке я уже когда-то вам рассказывала я взяла сделала я вам сейчас покажу сейчас я вам покажу я взяла написала на обычной бумажке все что мне хотелось вот она она до сих пор у меня вот обычная бумажка ну у меня на английском my name из лариса лора хаметова моя сестра мой муж моя дочь мой сын и все это заскочевала чтобы она не промокла ничего с ним и вот это у меня в кошельке когда я себе много я не знаю это было года два назад муж больше когда я это делала вот и я сделала такое валички андрею алисе лёша всем сделала потому что я поняла что если не а а я как раз что у меня на это на пару знаете разрядился телефон и было у меня что-то с машиной я блять это жесть я просто поняла чтобы если бы не эта бумажка то есть я зашла в магазин в индиксе и попросила телефон достала эту бумажку и не так еще на нее смотрели на эту бумажку и дозвонилась до валички или до кого то я всем сделала эти бумажки проходит два дня два дня начинают названивать лёши здравствуйте вы потеряли телефон потеряли кошелек я грузочка ничего не теряла херня какая-то а потом мы врубились валя пошла в магазин вот как мы кладем в тележку там ячейка такая в тележке да или для детей или для вещей и она там оставила свой кошелек полностью со всеми кредитками с айди с деньгами наличными совсем и только благодаря моей бумажки позвонили мы приехали вальчика приехала и забрала все свои вещи вот так поэтому это очень важная вещь вот иметь собой вот эту бумажку очень важно потому что мы настолько надеемся на телефон и мы действительно с ними не разлучны с телефонами я не спорю но когда ты оказываешься без телефона ты просто голый ты одинокий голый блять человек без родственников без родни без племени без никого ты не знаешь кому обратиться ты ничего не знаешь ты не знаешь наизусть номеров телефонов верите я вот сейчас не знаю телефона допустим алисы там лёша еще кого-то а телефон к примеру ялтинского номера который был до появления я до появления россии до до того как россия въехала в крым помню блять наизусть 37 9867 вот вот память человека это 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 вообще капец но я вам хочу сказать что кодовые номера это конечно круто вот серьезно это очень удобно понятное дело что есть такие мастера которые этот кодовый номер ваш от вашей квартиры быстро быстро подберут и все такое но откровенно говоря но смысле есть прям такие сложные вскрывают но откровенно говоря давайте по-честному но если бы там у меня были драгоценности на 15 миллиардов долларов да я верю в то что такой специалист ко мне придет а если нет вы представление имеете какие в америке хлипкие квартиры вот я клипки и хлипкие двери вот это вот опять забыла у димы вот про который канал я рассказывала дачные дачные истории дачные дачные истории по моему до канал кстати подписалась смотрю мне так нравится вот и он недавно показывал свою квартиру кстати такая я вот опять же человек считает извините я все в кучу блять человек считает что у него простецкая квартира он даже не понимает он дополни вот всегда это менталитет русских людей советских людей у нас все хуже чем везде а на самом деле это не так начиная с очередей над которыми всю жизнь ржал задорно с хазановым хотя эти очереди везде везде в европе в америке да сейчас в россии в украине нет таких очередей какие есть в россии в америке и в европе нету таких очередей по технологии многих компаний если у кассира стоит очередь четыре человека и 5 подходит и никто не открывает дополнительную кассу это будет штраф здесь нет такую здесь очереди и нам все время кажется что у нас хуже и вот эти предприниматели якобы не богатые без всяких выебонов показывают свою квартиру а там цветные натяжные потолки там очень красивый ремонт и они даже не понимают что не всякий богатый американец 100 а во первых в америке это правда очень дорого вот за сына вот сыну делали натяжные потолки везде в туалетах коридорах гардеробах везде и я за отдала что-то тысяч 30 что ли или 50 не по-моему так так они цветные там бля такая иллюминация и все остальное и никто это шикарно не считает у любого бывшего гастарбайтера который живет там в россии грубо говоря лет 5 или 10 уже давным-давно такие натяжные потолки а здесь они только входят очень многие кто открывали фирмы с натяжными потолками просто прогорали потому что они не востребованы потому что американцы даже богатые не станут тратить деньги на натяжные потолки потому что сегодня он живет в этой квартире а завтра он сменил и купил дом за миллион менталитет вообще не тот потому что у нас менталитет если у меня есть жилье это на всю жизнь я хочу шикарное хочу это у них нет понятия на всю жизнь особенно у богатых людей сегодня он здесь завтра ему работу дали в калифорнию он переехал в калифорнию все или вообще продал и тратится так извини меня так извините меня я сделала в двух комнатах в зале и в кухне только натяжные потолки 15 тысяч долларов это стоило здесь это очень дорого поэтому они даже не понимают что они считают что у них очень скромная квартира может она очень скромная по сравнению с каким каким-нибудь российским олигархом но в америке богатые люди не станут найти ремонт и выкидывает такие деньги я знаю очень богатую семью которые купили дом за миллион вот мы приезжали к ним право явно наш мальчик вот приезжали к ним я говорю а кто вам стены красил они мы сами ну где вы видели какого-нибудь российского миллионера который сам красит своем доме стены чтобы не стран не тратится на строителей но где вы это видели все очень скромно крашеные потолки крашеные стены может быть какая-то штукатурка но опять же эти здесь же такие валики специальные типа ну то есть вы поняли да то есть а чё я в эту степь полезла блять вообще я забыла а вот зарыт вам баре пулемет вот я забыла чуть-чё я полезла блять к диме к этому а и смотрю у него металлические двери у всех соседей дорогие хорошие металлические двери нет в америке таких дверей нет наверное да мне даже поставить их не дадут если дело в том что все двери однотипные они должны выглядеть одинаково для красоты не знаю если только отдельно заказывать чтобы внешняя часть была такая как требует конда да а внутренняя какая-нибудь металлическая но это это бред блять я даже не знаю кто это будет делать здесь с одной стороны с другой стороны ребята чё у меня брать ну вот чё у меня брать все драгоценности у меня всегда с собой так что кто собрался меня грабить вылавливайте меня домой ко мне не надо там ничего нет все драгоценности у меня да сколько у меня там драгоценности господи боже мой просто временами вот я вот эти постоянно ношу потому что мне лень лезть доставать другие хотя сегодня вот стала думаю блять надо что-то с камушками может быть я чего-то нет их немного но я их одеваешь их ношу это же тоже моя жизнь да вот что выносить что у меня там самое дорогое я не знаю стиральные машинки с холодильником телевизоров даже пока еще нет ну что что выносить поэтому двери все деньги все на счетах твои паяльники в жопу уже давным-давно никто не засовывает вот так вот так что все двери в принципе хлипкие единственное что у нас конкретно во флориде так как это ураганная зона соответственно ну например вот у алисы балкон у нас балкон да у нас опускаются жалюзи противоураганы металлические то есть у алисы первый этаж вот если она их опускает никто не зайдет снаружи но это для урагана это не против людей как бы вот так вот так что не по поэтому я вот думаю может быть кодовый замок тоже поставить это было бы удобно потому что алиса у нас малеха полоротая да есть малеха есть кого есть кого я всю жизнь все теряла блять всю жизнь а ключей сколько перетерять перетеряли господи жилка в этом малосемейки с мамой общий балкон квартиры вот так вот получается дверь и окно кухни под окном кухни большой деревянный красивый ящик папа специально заказывал вот картошку ну под овощи хранилище такое маленькое да и сверху над ним форточка и все кажется сначала мама вешала нам на шею ключи я уж не знаю как мой мудряк а то блять на физру переодеваешься потеряешь нахер потому что снимал то еще что-нибудь и сидишь сначала сидели ждали под дверями родителей до семи вечера потом начали форточку лазить мама ее уже перестала даже закрывать эту форточку на откровенно говоря у нас там блять и брать то ничего было ну чё самое драгоценное документы наверное но такое в то время было никаких черт счета что ли в банке были блин вот так так что дверцы здесь все такое такое воздушное такое хлипкое потому что по сути даже вот у богатых людей я не видела каких-то вот знаете мебели блять за 10 за 15 за 40 тысяч долларов не видела правда они не видят в этом даже смысла я знаю девочку у меня соседка да она вышла замуж за американца у него есть деньги у него все есть пойму в голову не приходит купить себе жилье это зачем мне я снимаю снимаю пусть и деньги на сейвинге лежат они странные и другая немножко вот как я до этого дошла в нашем сегодняшнем разговоре про безопасность бумажки и ключи я не знаю это уже сами анализируйте оставьте диагноз все пока пока дорогие мои приятного аппетита делайте обязательно делайте вот эту красоту это так вкусно вам передать не могу все